всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду уже очень долгое время меня просили показать рецепт копченой курицы а я все время отнекивался потому что процесс приготовления в моих условиях достаточно сложен там требуется сначала запекать потом процесс запекания нужно сочетать с копчением с огромным удовольствием хочу вам порекомендовать обалденный канал маэстро барбекю профессиональная съемка совершенно классный динамичный монтаж рецепты такие что вызывает желание немедленно бежать к огню с мясом рецепты на мангале на гриле в тандыре и самое интересное каждый из вас кто подпишется и оставит комментарий под роликом ссылка в описании на этот ролик сможет участвовать в розыгрыше обалденного приза камня для пиццы вы сможете на этом камне готовить суперскую пиццу хоть в своей духовке хоть на мангале ребят канал свой магазин в которым они как раз таки торгуют грилями мангалами и аксессуарами ко всем этим классным штукам красота же вот такая вот история у нас получилась вот так вот розмаринчик положим перец отличная закусочка для пива получится середине еще раз для тех кто в танке для участия в розыгрыше вам нужно подписаться на канал маэстро барбекю и оставить любой комментарий под роликом ссылка на которой в описании удачи моя самодельная коптильня на такие температуры просто не рассчитана там требуется сначала запекать при 120 градусах потом коптить при 110 я решил приготовить курицу в веберовском смоки маунти не по-моему так он называется в нем температура регулируется сложновато тем не менее попробую посмотрим что получится но это курица которую я вчера купил и засолил желтая потому что испанцы в лабазах своих продают утверждая что на вольного выпаса и откармливаются кукурузой рассола потребуется по весу столько же сколько весит курица это соль поваренная соль нитритный сахар черный перец и чеснок так сюда отправляется поваренная соль нитритная соль сахар черный перец надо смолоть его рассол его чеснок очистить измельчить добиваемся в полном растворении соли и сахара курицу отправляем в пакет и заливаем рассолом просаливаться она должна 16 часов при температуре плюс 2 плюс 4 градуса и вот сегодня уже почти два часа я курицу из рассола достал и оставил на просушку надо раскочегаривать стартер все минут через 15 угли раскочегарится и продолжим эта чаша будет отсекать прямой жар углей а к решетке присобачу щуп термометра таким образом мне будет известна температура и чуть ниже курицы и под самой крышкой этой коптильни на нить у меня тоже термометр есть теперь курицу можно подвесить в ту по которым я готовлю указано что ее можно либо обвязать либо подвесить на крюк закрепленный за грудную часть теперь щуп термометр в самую толстую часть грудки крышку на место все запекаем один час при температуре 120 градусов самое сложное выдерживать температуру в этом агрегате пока подготовлюсь копчению горсть щепы на фольгу у меня пекан годится щепа деревьев лиственных пород любых практически там дуб буха льха груша яблоня что вам нравится пробить несколько отверстий готова все ждем один час если эту штуку на горячий угли положить то деревьев листин начнет лить но не загорится потому что кислорода внутри этого пакетика мало удобная штука такой термометр сразу четыре термощупа можно использовать одновременно красота да он китайский да с алиэкспрессом да сейчас все по моему в китае делают если не забуду я ссылку в описании ролика оставлю все час прошел пора коптить по тому же самому ты у процесс копчения нужно проводить при температуре уже 110 градусов то есть данном случае процесс копчения совмещается с запеканием почему я говорю про совмещение потому что в чистом виде копчения проходит при других температурах например горячее копчение должно проходить температуру не выше температура дентурации белка то есть случае если мы говорим про мясо то температура горячего копчения это не выше 76 градусов если говорить про рыбу у него белок дентурирует при 35 40 градусов для рыбы соответственно горячее копчение тут 40 градусов край если выше это уже запекание с копчением коптим полтора часа сухим дымом час прошел начинается последний этап варка паром смотрите какой цвет чаш нулевая воды и теперь еще примерно полчаса при 110 градусов процессор обработки у нас завершится когда температура в самой толстой части грудки достигнет 78 80 градусов все термопроводка завершена теперь охлаждение тушки до 8 градусов и ниже не надо резать и пробовать копченые продукты сразу из коптильни это общее правило для всех продуктов копчения сейчас аромат дыма слишком сильный нужно дать время ему выведется нужно дать время чтобы но все ароматы перераспределились вместе чтобы не стали равномерными короче охлаждаем по крайней мере до 8 градусов ну от 0 до 8 градусов так храним завтра попробуем так ну и пора пробовать начну я начну на нас грудки с кусочком этой шкурки даже если я пробую грудку без шкурки все равно аромат дыма присутствует он не сильный он не чрезмерный но он есть он классный так теперь со шкуркой со шкуркой конечно вкуснее он ярче классно так ну и по крылышку как видите замечательный кусочек сочный ароматный классная курица горячего копчения там супер возможно тут конечно еще на заслуга самой курицы потому что вот это это необычный бруллер она сама по себе вкусно но вот этот способ ты его я укажу я сейчас не помню номер т.у. взятом мой из справочника технологии классного производства я укажу номер т.у. по которым готовилась эта курица прекрасно просто прекрасно но конечно не используя мой агрегат для копчения это не очень просто тут вот поддержка температуры она несколько напрягает ну а в остальном можно готовить это вкусно здорово и классно рекомендую огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока дизлайки за репосты всем пока а